Спасибо. Все это на душу ложится в какие-то такие страницы, которые очень дороги проходят через сердце. Ну, Россия и Франция. Это перекресток историй, войн, культур и судьбы. История нашей дружбы началась еще в 1051 году, в 11 веке, когда Анна Ярославовна была выбрана в жены Енрику I. Она приехала во Францию. И вот, почти один из веков, мы идем вместе. Мы помним и войны Наполеоновские, мы помним и Нормандию, и Лену. Но в истории нашей есть такие страницы, которые, к большому сожалению, забыты. И только спустя сто лет нам стали известны многие факты из той забытой войны о забытых героях. На этом слайде вы видите памятник Владимиру Суровцеву. Он посвящен русскому солдату, русских солдат и офицеров. Во Франции есть такие места, возможно, которые по праву можно считать частью России. Это русские, а русские. Кладбище в Сен-Джен-Овьеве-де-Буа. Это кладбище Сент-Эльер под Рэмсом, где тысячи престолов с надписями «Умер за Францию». «Мор pour la France». И этот памятник, русский солдат, который проходит как раз на линии окопа, со словами, которые произнес полковой священник за несколько часов до своей гибели. «Мор Вспоминайте о нас, русских солдат, и приносите эти цветы к нам на могилу. Вот на этом кладбище тысячи русских крестов. Есть такой ученый, бард, певец, автор песни, Виктор Леонидов, которую случайно я услышала. Эта песня и послужила к тому поиску тех забытых страниц, тех забытых имен, которые сто лет назад отдали жизни. Послушайте, пожалуйста, эту песню по поручению Дмитрия Сергея Черехачева. Он занимался русской эмиграцией. Сердце глупое, не бейся. Мыслям скором в унису, там во Франции под Раиса. Спрятан город Мургалов, где за честь, не за награду, Клевета навек отстань. Трались русские бригады за провинцию Шамбан. Трались русские бригады за провинцию Шамбан. А в шестнадцатой прокляты и по крестному пути Из России шли солдаты, чтобы Францию спасти. И воропина-караду, изумляя штыковой, Трались русские бригады, чтобы Париж прикрыть с собой. Трались русские бригады, чтобы Париж прикрыть с собой. Итак, Франция. Какой регион Франции? Шампань. С чем у вас ассоциируется Шампань-Арден? Она сейчас называется, эта провинция, этот регион. Конечно, с лучшим шампанским в мире. Вэв Клико и другие марки. Золотые виноградники действительно украшают эту землю. Но знали ли мы с вами, что эта земля полита кровью русских солдат? Итак, карта Франции. Вот Шампань, это север. Остается сотни километров до Парижа, и немцы могут войти в Париж. Подписан договор между Николаем II и французским правительством о предоставлении русских солдат. У нас не было оружия, нам нужно было оружие, французам нужна была живая сила. Столица Шампань, город Реймс. Это знаменитый Реймский собор. Именно тут Анна Ярославовна венчалась с Генрихом I. Именно здесь 43 короля Франции на православном Евангелии, которое она привезла с собой в подарок от отца Ярослава, принимали корону. Именно здесь погибали русские солдаты. Реймский собор был разрушен полностью. Он был восстановлен уже после войны. 45 тысяч. Вразилии 450. Вы услышали в песне? А 16-й проглядый. Почему 16-й? Война-то 1914-й, 1918-й. Потому что когда дела на фронте были совсем плохие, Николай II все-таки отправил 45 тысяч солдат и офицеров. 40 тысяч солдат, 5 тысяч офицеров. Шли по крестному пути. Что такое крестный путь? Путь куда? Путь на долгов. Путь на смерть. Было разработано два пути. Один путь через Сибирь, а потом моря и океаны. И следующий путь – это морской путь. Но он был очень опасен, потому что там можно было нарваться на немецкие корабли. И было сформировано 4 русских бригады. И первая бригада под командованием генерала Лопридского отправляется из Москвы до Марселя. Москва-Иркутск. Здесь не хватает названий городов. Географы есть. Но я хочу, чтобы я вам дала те карточки. Давайте восстановим. Формировались русские бригады в трех городах. Москва, Пенза и Самара. И они постепенно присоединялись к тем солдатам, которые уже отправлялись из Москвы. Итак, первая станция. Ну что вы, Юрий Александрович, посмотрите. Я из какого города? Когда вы едете из Москвы, то первая станция – Рязань. И туда сели русские солдаты. Первые географы. Следующая станция – город. Вот из тех карточек. Это город Сызра. Сызра. Потом идет, конечно, Самара. Самарских было очень много. Кстати, было казачество. Кубанское и Ставропольское. Найдите в архивных документах. Там есть имена ваших садичников. И затем город Уфа. После Уфы Челябинск. Замечательная. Вот привет. И потом Красноярск, Иркутск, Харбин. Они не останавливаются там. Харбин. И уже морской путь. Морской путь – это моря и океаны. Давайте я все-таки вас одним нескольким словом французским научу. Вот эти города, которые прозвучали, по-французски город – это Вилля. Вилля. Виль де Москва, Виль де Язан, Виль де Пенза, Виль де Ркутск. Виль… Можно я сейчас даже восстановлю эту карту? Сейчас. Посмотрите. Москва, Виль де Москва, Виль де Язан, Япам, Ирксист. Моя и океаны. Какие океаны? По-французски очень грустный океан. 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 И конечно Мариат. Ле-Мэр. Города. Виле-Саегон. Виле-Коломбо. Виле-Джибути. Суэц. Канал Суэц. Представляете? Два месяца русские мужики в основном совершали этот путь. Самое страшное это был морской путь, потому что совершенно морская качка, морская болезнь, но не выдержали этот путь. Они выдержали этот путь, а 30 тысяч, а три другие бригады пошли из Архангельства до Бреста. Я работала в Бресте в 89-м году. У меня много было друзей, они были влюблены в Россию. Никто никогда мне не рассказывал, что здесь была высадка русского экспедиционного корпуса. Я узнала это спустя много лет. И вот Марсель. Русские солдат встречают французов. Зажечь в плечах. Отбор был 173 сантиметра рост. Умеющие читать и писать. Офицеры должны были объясняться ему французам. Тут же выдавали оружие. Тут же звучали выкрики. «Вив ла Франс! Вив ла Русси!» Французы надеялись. Они даже знали, что русский медведь поможет гальскому петуху. Первый, естественно, был полковой офицер, был полковой священник и был полковой оркестр. Первый бой. Первая большая победа русских была 11 сентября 16-го года. Бригада отразила наступление немецкой дивизии. В течение 12 часов немцы атаковали пять раз, но русские не сдвинулись с места. А немцы понесли тяжелые потери. Французское начальство было рано, потому что так, как сражались русские, никто не сражался. И прежде всего, штыковая, штыковую шри бригады, чтобы шампань с собой закрыть. Город Курси. Один из самых кровавых городов. Пять тысяч солдат погибли. Сейчас на этом месте стоит памятник. Памятник русскому солдату, который держит в руках девочку и маленького медвежа. Надеюсь, что вот сейчас такие времена, что памятник не отвернен. Он появился буквально в те самые времена, когда мы праздновали 100-летие окончания Первой мировой войны. Особая история про медвежонку. Они купили и обвели медвежонку в Екатеринбурге. Он был совсем маленький, его назвали Тишка. А за те два года он вырос и превратился в настоящего медведя. Это был очень умный медведь. Когда немцы пустили газы, он свои морды вырвал нору и уцелел. Он не подвергся газовой атаке. Любил русских. Не любил французов. Может быть, потому что по-французски медведь это «Ухс». Видите рычание, слышите рычание «Ухс». И когда они пытались с ним играть, медведь ревел. Я только что сказала, что в жизни всегда интересно рассматривать судьбу. Генерал Лоховицкий. Он командовал первым русским корпусом. Первый приказ. Кадровый офицер. Дворянин. Смелый. О нем французы говорили. «Он доказывает готовность, доблесть и желание бороться». Как они говорили о наших русских солдатах. А вы обратили внимание? На этой фотографии еще один женский партнер. Может быть, тут есть литераторы, которые узнают эту женщину. Надежда Александровна Лоховицкая. Совершенно верно. Надежда Александровна Лоховицкая. Родная сестра Николая Александровича Лоховицкого. А кто такая Надежда Александровна Лоховицкая? Тефи. Знаменитая Тефи. Ее рассказами засчитывался и Ленин, и Николай Второй. Николай тоже писал. Но они ему сказали. «Знаешь, что, братец? Бери лучше с Савлю и на фронт. А мы будем писать стихи». Судьба его проитачистая. Он вернулся в Россию после окончания войны. Был на стороне Колчака. Но Колчак был разгромлен. И он опять, вот тем самым путем, вернулся во Францию. Вы знаете, как он закончил? Он был простым, рабочим, упаковщиком в самом большом французском магазине МОЛ «Галерия Лохови». Расческой наковырял земли цветочной клумбой. Ну, не чемодан, но целый пакет. Таможенники подумали, что я сумасшедший, а я хотел привезти землю во Францию, на могилу прадеда. В самолете я все время делал вид, что простужен. Сморкался, уходил в туалет. Правда в том, что я плакал и не мог остановиться. И уже не знал, кто я. Русский, который покидает Родину, или француз, который возвращается на Родину. А вот еще одна из зуба генерала, по большому счету, русского солдата, русского офицера. Сейчас вы видите фотографию Родиона Яплеча Малибурса. Вы знаете, он родился в Одессе, в очень бедной семье. У него не было отца. Он жил трудно. И в 16 лет он решил убежать на фронт, прибавив себе два года. От солдата до маршрута. Он получал не одну награду, много награду. Он получал орден почетного региона. Он стал маршруем Советского Союза. Он был министром обороны СССР. Весу был упаковщик в галерее Ляфаевка и маршруем Советского Союза. Вспоминает его лучи. Была для отца Франции юность, прежде всего юность, временем обретения себя и открытия мира. Ведь очень важно именно в юности увидеть чужие страны, иную манеру жить, другие пейзажи, узнать других людей. Мне кажется, от Франции у отца, его неизменный интерес к наземным культурам и интерес к чужой жизни, к языкам. Он ведь во Франции научился и говорить, и читать по-французски. И вот эту любовь к французскому языку сохранил на всю жизнь. Я помню, что всегда на столе у него лежали тоники французских афористов, Леру Швуко, Паскаля, еще тоник Флабера. И это было у него ежедневным отдыхом. Вот такое чтение. Кстати, наши русские солдаты очень легко усвоили французскую лексику, особенно военную. Ведь она вся перешла в русский язык. Он к амитаем, говорили французы, обращается. И говорит лейтенант, лейтенант, марешаль, женераль, армей, вы понимаете меня? Очень быстро. Там действительно в этой среде кто очень быстро усваивался, изучался французский язык. Но случился за 16-м идет какой год? 17-й. Что происходит в России? Но сначала отречение от престола Николая II, государя. Кому присягали русские солдаты? Русскому царю. А теперь, что делать? Хочется вернуться домой. Приходят открытки. Открытки из дома. Ждут солдат. И начался путь. Начался мятеж. Мятежников сослали теперь. А те, кто захотел продолжать сражение под Парижем, определили в русский легион чести. Такую храбрость, которую демонстрировали русские солдаты, до сели никто не знал. В 40-м году русских солдат не было во Франции. Париж в Париж сдали немцам совершенно без боя. И вот 18-й год окончания войны. Парад на Ересейских полях и генерал Локвицкий и ефрейтор Малиновский участвуют в Параде. Параде. Позже Малиновский скажет, в моей жизни было два парада. Парад 18-го года и победный парад 45-го в Москве. Солдаты шли с преисполненным чувством выполненного дома. Написала тем, что Франция не была стерка с карты Европы, мы обязаны прежде всего России. Ведь слова забылись. Вот сейчас мы должны их запомнить. Как весь 20-й век забыл подвиг русского солдата. Война-то какая-то. Сначала ее называли Великая, потом называли Вторая Отечественная, а потом Первая Мировая. В годовороте событий, конечно, забылся подвиг. О нем помнили только рахотонки, внуки и правнуки, которые каждый год на Троицу приезжали в Мурмелон и шли на кладбище в Сан-Милиаре, а город на два дня превращался в русский город. Они возлагали цветы, служили литию, и условие было только одно – говорить по-русски. Они разбросывали по всему миру, но эта дата оставалась святой. Здесь сегубочно и просто больно и давно умолк, лес часовня над погостом, где пехотный славный полк, отгремели все снаряды, приняла солдат земля. Трались русские бригады за французские поля. Трались русские бригады за французские поля. Память, время память усмиряет. Слава Богу, что живем. Широкан страна родная. Где упомнить обо всем от досады венди режим и венец зальем оскол. Что зовут? Те бригады назовут венди. АПЛОДИСМЕНТО